красиво сел и давай говорить красиво поехали привет ребята и девчата так ребят в общем такое дело еще раз начну как вы наверно могли уже догадаться по названию видео стекла капут ваня привет ты где катаешься все ваня звонил интересовался как дела и все такое в общем швейцария строительный грузовик большой камень стекло капот и в общем я счастлива вот это я буду снимать кроме вот этот немецкого маута и завтра на утром сам погоню машину тогда вот это я вот тоже хочу снять тоже сниму потому что я не знаю будут ли люди тут машине внутри что-то делать наверняка не как-то будут придерживать и вот это вот штуку же тоже надо снимать поэтому они будут внутри сидеть люди делать поэтому я хочу вот это вот вот это тут маут видите вот немецкий вот серый который видно да вот он вот этот вот этот я оставлю остальное все сниму кстати говоря вот это вот мои половички все вот это вот покрытие бар так у меня вот эти вот покрытия тоже я сейчас все буду снимать потому что не хочу чтобы люди тут топтались и этого так вот ну шторки естественно оставлю а все вас остальное вот это вот я сниму и вот ребят вот это вот разбитое стекло видите она вот такая блямба ребят вопрос был такой что за журнал я веду что я там записываю все очень просто это вот такой листок где записываю во сколько я смена открываю во сколько я заканчиваю где я был и сколько смена длинные или короткие вот я обычно пишу если смена нормально я пишу 13 и 10 там может быть и поменьше но допустим вот как здесь если у меня больше 9 часов я пишу 10 часов делаю кругляшок чтобы бросалось глаза чтобы я знал да вот здесь вот видите 15 часов есть 15 часов 10 часов водительского времени но вы поняли в общем то не буду сейчас записываю номера трейлеров чтобы не было вопросов чтобы если что что чтобы я знал когда я с каким трейлером ездил чтобы никого не было вопросов вот число 22 и вот 27 но и вот так вот что еще ну январь и все в общем я здесь вот открываю и закрывая смена я тогда знаю вот 11 часов пауза мне было 13 до 13 часов рабочего времени и до 9 часов вождения все ну вот такой вот журнальчик вот таким вот методом она клеится видите вот здесь вот такая вот это шершавка она приклеивается и потом и вот здесь это же такая вот ну вы поняли и потом так убираешь и все все сейчас я сниму и уберу пипец снял так странно сейчас выглядит как-то пусто нехорошо неуютно нет все таки без нее не очень хорошо снял ее кое-как вот эти вот на австрийском они очень тяжело снимались а вот это вот с французского маута видите на что немножко попортилась она это мягкая очень я снимал она он растягивается как как не знаю что видите тут немножко расправила здесь это она скомкалась тоже капут надо будет немножко подрезать здесь и все ладно ну в общем вот так вот ребят смотрите все практически все убрал и практически все убрал все так вот видите вот она эта штука на вид на еще среди нет вот она блямба это ведь он она пошла вниз то еще ничего не было на прошлой неделе было просто блямба сейчас он смотрю расходится то есть она в один момент может уйти сразу лопнуть на всю стекло все я это вытащил так непривычно все черное резиновый полик не положил это я тоже вытащил вот посередине вот это вот немножко помыть сейчас вот оказывается тут немножко даже мусор есть чуть-чуть видите сейчас я все это пистолетом продаю сейчас окно открою а кстати говоря меня живет пистолет еще такой я живу я помог ни разу его очень не показывал нет же тоже шефу спасибо кстати знаете как он крепится блин сейчас не удобно в общем пистолет крепится подсоединяется вот там вот за сиденьем шланг идет который регулирует который подает воздух в сиденье туда подсоединяюсь разрезаешь подсоединяешь туда вот пистолет и хорошо пистолет хороший качественный эти никаких этих заусенцев ничего нету как как на дафе было вдохе на котором я раньше ездил там не очень хороший пистолет был а здесь замечательный все очень приятные вот этот шланчик очень хороший про шефа я еще хотел сказать шеф молодец мне очень понравилось как он отреагировал сразу же позвонил в мастерскую сразу заказал новое стекло и из-за того что у меня был длинный тур я приехал аж в этот в пятницу аж 8 часов вечера даже не я ваня ваня мне помог приехать в общем с пятницы ничего не получилось вот решили передвинуть на неделю завтра пятница у нас и завтра пойдем стекло менять так наверняка многие скажут что да фигня какая всего лишь это блямба на не мешает ничего не будет ребят будет обязательно она во первых она пойдет она треснет самый неудобный момент во вторых в германии нельзя так ездить с разбитыми стеклами это запрещено так ребят еще раз общим планом вот так вот и вот ребята вот она вот такая вот вот такая вот бляма видите завтра утром поеду я тогда 8 часов утра надо быть уже на этом в мастерской в сервисе вернее доброго утречка дамы и господа сегодня 2 февраля пятница как я говорил еду машину отгонять еду в сопровождение супруга моя меня заберет шокуаза сейчас это осталось до цели вот буквально 5 километров я посмотрю как она все это будет но там на месте конечно снимать нельзя будет ничего поэтому я там снимать не буду и тем более как они все это делаю как стекло меняют наверняка они против будут поэтому я сейчас поеду машину поставлю и сразу же поедем домой и все потом завтра поедем машину заберем ты посмотрим результат так ребят всем привет коротенькое такое завершение видео в субботу в пятницу возможности не было поснимать рассказать как поставили стекло в общем в пятницу вот ребят новое стекло стоит особенно показывать нечего так вот видите закрою час снимать тут особенно ничего стекло новое все я обратно приклеил оплату дорог навигацион на маншильд все вроде на месте стоит кроме вот это вот висюльки еще пока не успел повесить некогда было так что к сожалению снимать нельзя было но слава богу шеф позаботился сделал хоть позаботился о двух фотографиях прислал мне я еще оставлю посмотрите как стекло меняли ну а так все хорошо не знаю что можно сказать стекло нового поменяли на полностью новое кстати говоря еще еще кстати говоря поменяли аккумуляторы оказывается как бы это сказать в общем это серия машин снабжалась какими-то аккумуляторами где-то на какой-то машине не знаю наверно были проблемы на каких-то аккумуляторах были проблемы и всю эту партию который выходил в это время машин возвращаете меняет аккумуляторы и моя машина даже попала бы в это в общем еще машина получила комплект новых аккумуляторов так что вот так вот ребят так все всем спасибо за просмотр если есть какие-то вопросы еще какие-то комментарии пишите ребят всем все хорошо всем пока